Ну, как и обещали, возвращаемся к мистическим комбинациям. Тройка-семерка-туз или тройка-семерка-тюс, как говорят у нас в Петербурге. Сегодня 24 мая, и эта комбинация с одной стороны карт, а с другой стороны чисел, откроет 24-й международный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцевой. У нас в гостях та самая загадочная пиковая дама, народная артистка России Светлана Замараева. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте. И главный режиссер Севастопольского русского драматического театра имени Луначарского Григорий Лифанов. Григорий Алексеевич, рада вас видеть. Доброе утро. Итак, фестиваль открывает пиковая дама, но в вашем спектакле нет диалогов и слов вообще. Возможно, мечта тех актеров, кто не любит заучивать тексты. Тогда насколько близко эта постановка к концепции Пушкина? Сюжет не изменит, сюжет очень актуальный. Это о ценностях приходящих, неважных и о ценностях вечных. Поэтому все слова, 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 слова. Конечно, слова Пушкина, они замечательные. И мы построили эту историю, этот спектакль вместе с Сергеем Юрьевичем Землянским и с его командой. И именно опираясь и изучая, и вдохновляясь именно текстом Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, тут я убеждена, что у нас очень пушкинский спектакль. Мало того, что он петербуржский, эта же история произошла в Петербурге. Мы привезли вот сюда. Это просто... Но мы поясним для телезрителей, новый стиль, новый пластической драмы называется wordless, то есть без слов вообще. Без словесная драма. Но, может быть, это, кстати, есть попытка, как мы прошли с Марией, попыткой поиска современной драматургии и новых режиссерских интерпретаций, которые преследует фестиваль. Скажите, для вас все-таки без слов или со словами? Со словами, без слов. Во-первых, жест тела, оно очень много говорит. Жест вообще сильнее слова. И тело, оно больше рассказывает, чем слова. Поэтому самое прекрасное и самое такое, мне кажется, забирает зрителей, это когда текст мы раздвигаем и находим вот это пространство. И счастье, когда это пространство находится. И когда телом можно жить, говорить. И поэтому здесь неразделимые вещи. Перед выходом на сцену пойдете на Малую Морскую? Дело в том, что я вчера нанесла визит графине Ане Федотовне. Это удивительно, конечно. Там вот эта лестница, там действительно поднималась Наталья Петровна Голицына, потом поднимался Александр Сергеевич Пушкин, потом Анна Федотовна, Лиза, Герман, вчера я. Ничего себе, как у вас паломничество даже по этим там получается. Григорий Алексеевич, в вашем спектакле также фигурирует наш город, но его ленинградский период. Каково это играть и ставить про Ленинград и, наконец, привезти это сюда, в Ленинград, Петербург? Ну, это очень ответственно. Я, прежде чем перейти к спектаклю «Не бойся быть счастливым», хотел бы сказать несколько слов о спектакле Светланы Николаевны. Потому что я его видел пять раз. И это изумительно изысканное зрелище. Я очень рекомендую петербуржцам посмотреть, потому что я знаю, что еще есть там небольшое количество билетов. И в самом деле это следует видеть. В самом деле замечательная абсолютно работа. Этот спектакль ставился на Светлану Николаевну, замечательную артистку, поэтому я очень рекомендую. А то, что касается нашего спектакля, он на малой сцене. Это очень ответственная для нас поездка, потому что, ну, когда ты ставишь про трагические годы, про драматические события и ставишь такую честную драматургию, то хочется быть предельно честным. И ребята у нас заняты, молодая труппа, ребята, которым 20-25 лет. Это, ну, вот, в общем-то, они не так далеки по возрасту от своих героев. И главное, к чему мы стремились, это вот найти вот ту честную интонацию. И, конечно, когда мы сейчас будем работать перед ленинградцами, перед петербуржцами, для нас это очень такая ответственность большая. Ребятам сказал срочно худеть. Тоже немаловажный аспект. В общем и целом, задача фестиваля, куда привозится много интересных работ, это поиск новых решений для молодежной аудитории. Мы тут, часто говоря о молодежи, всегда задаем вопросы. Вот для вас, когда вы ставите, молодежь это сколько? Это вот формально от 18 до 35? Или кто ваш зритель? На кого вы ориентируетесь? От какой публики ждете прежде всего обратной связи? Вы знаете, молодость, мне кажется, это состояние души. И мы ориентируемся, мне кажется, на людей разного возраста. Когда в зале много молодых лиц, это замечательно и очень хорошо. И значит, что у театра есть будущее. Вот. Сейчас очень помогает пушкинская карта. Это замечательное, изумительное изобретение, на наш взгляд. Вот. Но, мне кажется, молодежь очень тонко чувствует неправду и ложь. Поэтому вот искать честную интонацию нужно в любом произведении, в том числе даже пластическом. Ну, определенно. Что сегодня, на ваш взгляд, не хватает молодому зрителю? Да. Мне кажется, такой большой выбор. Не знаю. Очень, очень, очень большой. А может быть, это тоже быть проблемой, когда большой выбор, особенно в таких крупных городах, как Петербург, Москва и других крупных федеральных центрах. Да, действительно, приходишь, хочется и там, и там, и там побывать. Иногда мы бываем туристами, гостями в том или ином городе и не знаешь, что выбрать. Я думаю, что, может быть, то, что не хватает всегда, надо всегда больше говорить о добре, о каких-то нравственных вещах. И именно вот на этом делать акцент. Ценности поднимать, нравственности. В финале нашего разговора хочется вновь обратиться к названию спектакля вашего, Григорий Алексеевич. «Не бойся быть счастливым». Вопросы к вам и к вам. Как вы считаете, молодежь сегодня, раз мы говорим об этой аудитории, не боится быть счастливой? Является счастливой? Мне кажется, не боится быть счастливой. Я, ну вот вроде бы старшее поколение всегда же начинает чуть-чуть гундеть, да, о, молодежь, молодежь. Я считаю, что у нас потрясающая молодежь. Талантливая, образованная, и у нас хорошее будущее. Поэтому, мне кажется, они смогут сделать выбор из того предложения, которое есть в театрах. Поэтому, мне кажется, они не боятся, лишь бы не уходили далеко в виртуальный мир. Больше бы наблюдали то, что вокруг. Согласна с вами? Абсолютно, да. Абсолютно. Ну что ж, спасибо вам большое. Мы желаем вам доброго, мудрого зрителя в зале. Если критики, то справедливый, петербургский, ленинградский. Пусть все спектакли пройдут на ура. Приезжайте еще в наш город, привозите интересные творческие работы. Культурная столица России всегда рада сильным коллективам и интересным решениям тех или иных творческих задач. Спасибо. До свидания.